Игру Престолов Джорджа Мартина «Песни льда и пламени» вот эта вот история была уже прочитана, поэтому вторая книга, как вы можете видеть по закладке, тоже сейчас уже больше, чем наполовину изучена, и у меня просто масса вопросов. Масса вопросов не сколько к Джорджу Мартину, а скорее к издателям, к переводу, к тем людям, которые начитывали все эти истории, и, к сожалению, вопросы эти носят негативный характер, поэтому готовьтесь, меня будет немножко бомбить. Начнем мы с вами разговор, пожалуй, с самых низов. Первый мой вопрос касается, скорее, географии, которая представлена на страницах книги. Если в сериале мы действительно видим масштаб территории, на которой происходят все действия Игры Престолов, то вот по книге, честно скажу, этого не понятно. Во-первых, конкретно в этом издании, а это новая кинообложка, там нет элементарно карты, которая помогла бы вам разобраться. И да, я понимаю, что карту можно найти просто в интернете, но все-таки хотелось ее иметь просто рядышком сразу в издании. Этого нет, и поэтому складывается впечатление, что герои просто не путешествуют. У них есть какой-то трамплюкатор, они обладают навыками трансгрессии, но... Я думала, что большая часть Игры Престолов, именно в бумажном виде, будет все-таки отведена диалогом. Так оно и произошло. Но при этом, многие, конечно же, считают, что сериал Игра Престолов чем-то напоминает оскароносный фильм про ходьбу. Странствия! Покоды! Снова ходьбу! И прогулки! И здесь этой ходьбы практически нет, на ней не акцентируется внимание. И поэтому, да, создается ощущение, что персонажи просто обладают навигаторами, либо у них есть в кармане смартфоны, на которые установлено приложение One2Trip, ну, либо закачано на трехглазого ворона. Но не суть. Что такое One2Trip? One2Trip это сервис, который помогает вам планировать ваше путешествие. Буквально за пару минут можно купить ЖД или авиабилет можно найти себе. На челек забронировать номер в том городе, куда вы собираетесь. К тому же можно позвать друзей. И вам выгодно, и им, если они будут использовать ваш личный промокод. Вам дадут 500 бонусов, а другу 500 рублей. Вот и я с вами поделюсь своим промокодом. Орли, по сути, Орлы, Орлы500. Он дает вам скидку в 500 рублей при заказе в приложении от 3000 рублей. Пользуйтесь. Оставляю вам ссылку в описании, скачивайте и устанавливайте приложение One2Trip и не отправляйтесь пешком в Мордор. Ну, либо сразу летите на Орлах, мне кажется. Так все-таки комфортнее, но это уже совсем другая история. Вернемся к Игре Престолов. В книге, в отличие от сериала, отсутствует пара знаковых сцен, которые стали, по сути, культовыми. Например, одна из них это тот самый диалог со смертью от Сирио, который породил такое количество мемов, особенно с учетом произошедшего в восьмом сезоне сериала. Но основная моя претензия и те, кто подписан на мой инстаграм, знают, как меня от этого бомбило, это долбанный солярий. Да, Нед Старк постоянно ходит в солярий. Он говорит, я покушаю в солярий, мы с девочками будем в солярий, приведите его ко мне в солярий. И вы читаете и думаете, господи, что происходит, как бы... Зачем? Подвох в том, что в оригинале солярий, переведенный у нас, это solar, что, по сути, является таким средневековым английским словечком, означающим нашу светлицу, покои, иными словами. Тут же это солярий, и Нед Старк постоянно сидит в солярии. То есть, ну, вы понимаете, да, чрезмерный загар все-таки может привести к смерти, там, рак кожи и все такое. Так что неудивительно, что Нед у нас погибает в конце. Это все-таки более гуманно, судя по всему. И этот солярий, это, конечно, швах. Я говорила с ребятами, у которых есть старые издания в кинообложках, и вот они там не припомнят такого. Так что вопрос, почему в издании, я сейчас посмотрю, да, в издании конкретно 2019 года мы наблюдаем солярий? Это меня очень сильно выбесило, вот на самом деле, потому что это просто невозможно. То же самое касается и аудиокниг. С аудиокнигами тоже тотальный швах. К сожалению, вот конкретно к солярию там тоже есть претензии, есть претензии к ударениям. Первую книгу я слушала в читке сразу нескольких чтецов. И, знаете, это, в принципе, неплохо. Они распределились по голосам, кто читает какую главу и так далее, и так далее. Но, к сожалению, когда вы слушаете аудиокниги, вам хочется все-таки развивать свою собственную речь. И вы надеетесь, что человек, который читает вам книгу, который взял на себя ответственность, познакомить, возможно, людей, у которых проблемы со зрениями, с работой Джорджа Мартина, ну, как бы, блин, ты почитай про ударения, наверное, все-таки. Я понимаю, да, все мы иногда оговариваемся, и я в том числе совершаю ошибки, но все-таки, да, до других, вы до меня докапываетесь по ударениям, вот я докопаюсь до чтецов. Вот так вот. Смотрите, триггер. Роб кусает нижнюю губу. Начитался 50 оттенков серого пёс. Меня, знаете, что напрягает конкретно в этом издании, если у вас, и, скорее всего, у вас другие книги, то напишите мне, во всех ли книжках такие странные сноски, которые вообще как будто бы не в тему абсолютно. То есть сначала нам именно переводчик, там было примред, примечание редактора, примпер, примечание переводчика, пытались несколько дать понять лучше, там, Винтерфелл, например, как переводится дословно и так далее. Вот тут вот, ну, сами видите. В общем, сноски, мне кажется, тут очень странными, очень не к месту. Вот одна, одна единственная мысль всё равно не покидает меня, когда я читаю книгу, и там читаю про ночной дозор, и про холода на севере, и в фильме, когда нам показывают, насколько же, блин, холодно на стене. Неужели ни одна какая-нибудь дряхлая старуха Нэн не могла сказать северянам про то, что можно носить шапки? Просто надеть шапку. Вот иногда говорят, да, что Джон Сноу в сериале какой-то, ну, тупенький немножко. Это Менингит. Это всё последствия простуженного, блин, мозга. Или нет? Непонятно. Но всё-таки я не понимаю, почему они не носят шапки. Господи. Любой человек из России знает, что нужно держать голову в тепле. Да. В завершении о первой книге также хочется сказать, что она, да, она ничем меня не удивила, она полностью повторяет сезон, вернее, сезон полностью повторяет книгу детально, но вот что касается уже «Битвы королей», я не могу сказать, что «Битва королей» очень сильно отличается от второго сезона, вернее, наоборот, второй сезон отличается от первого источника, но всё-таки в книге больше деталей, и здесь уже нет солярия, тут называют действительно вещи своими именами, светлица, покои, что угодно, но, к счастью, не солярий, то есть Нед Старк умер у нас, перенасытившись витамином D, получаемым от лучей ультрафиолета, и, видимо, Гаву не подумали, что солярий нужно ликвидировать и позакрывать, как долбанное казино, так что здесь этого нет, но, к сожалению, перевод здесь страдает ещё сильнее. Опять-таки, подписчики моего инстаграм помнят, как меня бомбило от следующей фразы, я вам зачитаю. «Рядом лорд, командующий Мормонт, надвинул пониже капюшон плаща, ругательски ругая непогоду». Ёшкин-дракошкин, ну это просто невозможно. Вот, вот, просто невозможно. Там часто встречаются подобные ляпы. Опечатки в духе пион-теон, это уже хрен с ними, потому что тут конкретно идёт косяк переводчика и, как следствие, редактора, который не углядел таких косяков, ругательски ругая непогоду. Создание, блин, убийственного убийцы. Ужасно. Это очень плохо, потому что тот человек, который, возможно, не смотрел сериал, которому хочется познакомиться конкретно с книгой, он оказывается просто вот в шоке. В шоке от того, что такое происходит. По поводу аудиокниги «Битвы королей». Я слушаю попутно, потому что это тупо удобно, когда вы, например, занимаетесь чем-то по дому, убираетесь, моете окна, вы включаете аудиокнигу, и таким образом Джордж Мартин читается быстрее. Но там тоже полный тотальный швах. Помимо того, что чтецы этих книг, конечно, я понимаю, что книги эти начитывались еще до того, как вышел сериал, поэтому там идут просто невероятные конфузы с ударениями в именах персонажей. Например, Тирион у нас не Тирион, а Тирион. Я себе выписала некоторые моменты, старалась записывать их. Ну, например, то, что мы привыкли называть, что мертво умереть не может, и это звучит как-то прям плавно и гармонично, там то, что мертво умереть не может. Вот про Тириона сказала, есть ошибки в элементарнейших словах, например, уведомить, да, к которым в основе этого слова ведать, уведомить, например. В аудиокнигах еще и есть просто вот ошибка в слове, в котором три буквы. В главе про Дейенерис, там она молода и юна. И это какая, блин, юна? Юна! Ну, это просто, мне кажется, очень странно для того, чтобы делать ошибки. Вместо Визериса у нас Визерис, и таких ошибок уйма, просто уйма. Я слушала, пыталась, вернее, слушать Битву Королей в нескольких вариантах озвучки. Ни одна меня не оставила в восторге, потому что есть полонецкие, кажется, видимо, муж и жена, и вот там тоже есть косяки, которые вот просто... И это грустно, это грустно в том плане, что и издания, которые я себе приобрела, и сегодня я планирую забрать еще и остальные книги из этой серии, оказались, ну, просто вот... Это... Ну, почему так безответственно? Правда, почему так? Мне это очень и очень расстроило, но все же, что есть, то есть, читать продолжим. Я очень надеюсь, что вторую книгу я дочитаю как можно скорее, потому что мне хочется уже несколько отойти от сериала, и в Битве Королей деталей больше, больше раскрываются персонажи, ее интереснее читать, я надеюсь, что с третьей книгой будет уж совсем интересно, но есть один маленький конфуз. Маленький конфуз, который касается лично моего отношения к книгам подобного рода, и я отдаю себе отчет в том, что если бы я не смотрела сериал, если бы он мне не нравился, я бы вряд ли когда-нибудь решила прочитать эту книгу, вернее, эту серию, «Всю песню льда и пламени». Вряд ли бы это произошло, честно, просто потому что я не очень люблю серии, из книг непонятно, в чем за мут, нет какого-то ощущения угрозы, да, а если в сериале нам пытались создать угрозу с помощью наличия белых ходоков в кадре, здесь эта угроза не ясна, она непонятна. Поэтому я с нетерпением жду момента, когда начну читать третью книгу, и надеюсь, что все будет уже кратно-кратно лучше, потому что пока это, к сожалению, довольно слабо. По моим читательским принципам это слабо. Если ради второй книги я вот готова была признаться, что «ах, мне все нравится», после того, как я наткнулась на все эти переводческо-редакторские ляпы, я так «нет». Если первая книга написана очень легко, там нет каких-то замысловатых фразочек, но периодически, видимо, у переводчика включалось творчество, и он вписывал там всякие моменты в духе «поцелуй солнца коснулся лезвия его меча». Это выглядело несколько рандомно и как бы не вписывалось полностью в повествование, выбранный переводчиком стиль. Я знаю, что многие из вас писали мне, что вот, мол, жаль, что ты не решилась читать Мартина в оригинале, потому что он владеет английским языком просто сногсшибательно. И да, зря я, блин, не согласилась, не договорилась сама с собой читать эту книгу в оригинале. К сожалению, возможно, когда-нибудь, но уж пока что есть, то я дочитаю, то я прочитаю, то я изучу, об этом и расскажу дальше. Так что вот такой вот ролик у нас пока подытожил все происходящее. В следующем влоге покажу подробнее и буду делиться с вами подробнее своими впечатлениями от финала «Битвы королей», потому что уже все, как бы, пора бы. А пока на этом все. Смотрите первый ролик из этой серии. Не буду просить вас подписываться на канал, но все равно будем с вами читать вместе. Субтитры сделал DimaTorzok